Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Но Коран и Хадисы свидетельствуют о том, что это многочисленный народ, который появится в конце времен. Давайте узнаем об этом подробнее, что говорится в Коране и в Хадисах о племени и о Джуджи Маджудж. Дорогие братья и сестры, не упускайте такую возможность. Уверен в том, что каждый из вас найдет здесь ответ на свой вопрос. Вопрос состоит лишь в том, хватит ли у вас терпения досмотреть это видео до конца, а после довериться Всевышнему и Посланнику Аллаха. И не забудьте поддержать нас, подписаться на канал Ислам ТВ и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Происхождение Яджуджа и Маджуджа, то есть Гога и Магога. Согласно хадисам, Гог и Магог происходит от потомков Адама алейсалям. И это многочисленное племя. Ибн Кассир указывает, что они происходят от пророка Нуха алейсалям. Об этом в Священном Коране Всевышний Аллах говорит так, смысловой перевод. «Мы спасли его вместе с теми, кто был в Ковчеге». Сура Алян Кабуд, аят 15. Аллах также говорит, смысловой перевод. «И сохранили только его потомство». Сура Ас-Сафат, аят 77. Судя по этим аятам, во время потопа не выжил никто, кроме потомков пророка Нуха алейсалям. Следовательно, Гог и Магог происходит из этого рода. Хадисы же, переданные имамом Ахмадом в Муснаде и Абудаудом Сунан Абудауд, гласят, что у пророка Нуха было три сына – Сим, то есть Шем, Хам и Яфет. Шем был предком арабов, Хам – предков суданцев, Яфет – предком турок. Согласно этим хадисам, Гог и Магог принадлежат к тюрско-монгольской расе. У них маленькие глаза, маленькие приплюснутые носы и широкие лица. Их лица похожи на расплющенные щиты, то есть такие они круглые и широкие. Приход Яджуджа и Маджуджа. По Корану они будут отпущены на волю незадолго до судного дня. Об этом в Коране Всевышний Аллах говорит так. Смысловой перевод. Пока Яджудж и Маджудж, Гог и Магог, не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности, приблизится истинное обещание. Сураль Анбия, аят 96-97 Гибель племени Яджуджа и Маджуджа, Гога и Магога Все мы знаем, что в итоге племени Яджудж и Маджудж будут уничтожены. Кем и как будет уничтожено, есть несколько версий, но все они схожи. И вот одна из версий, как это произойдет. Пророк Иса, алейсалям, Иисус, убьет Даджжаля, Антихриста. После чего Аллах возвестит его о приходе этого непобедимого племени нечестивцев, чтобы он вместе с правоверными укрылся на горе Тур до тех пор, пока Аллах не уничтожит их. Также сообщается от Наваса ибн Сама'ана, разя Аллаху ангум, что пророк, алейсалям, перечисляя признаки судного дня, сказал, «Тогда Аллах выпустит людей Яджуджа и Маджуджа, и они будут сбегать со всех гор. Первые из них пройдут около Тивериадского озера и выпьют его. А когда мимо него будут проходить последние, то скажут, «В этой впадине когда-то была вода. Пророк Аллаха Иса и его сподвижники пробудут в осаде так долго, что бычья голова станет для них дороже, чем сто динаров сегодня для вас. Пророк Аллаха Иса и его сподвижники помолятся, и Аллах пошлет на шеи нечестивцев червей, и все они погибнут одновременно. После этого пророк Аллаха Иса вместе со своими сподвижниками спустятся вниз, но обнаружат, что земля заполнена зловонными трупами. Пророк Иса и его сподвижники снова обратятся к Аллаху с мольбой. Аллах пошлет птиц, шеи которых будут подобны шеям бактерийских верблюдов, которые унесут трупы и сбросят их туда, куда пожелает Аллах. Далее Аллах не спошлет дождь, и земля очистится», — передал Муслим. И как вы уже знаете, вслед за гибелью Яджуджа и Маджуджа, один за другим последуют другие признаки приближения судного дня, и до тех пор, пока не пробьет час, и мир в нынешнем виде прекратит свое существование. Описание этого есть в Коране, в Суре от Аквир. Приведу лишь несколько аятов, но вам советую прочитать полностью. Смысловой перевод. «Будет скручено солнце, сдвинутся с мест горы, и звезды падут. Запылают моря, небо будет сдернуто. Будет приближен рай и разожжен ад, и познает душа, что принесла она. Да убережет нас Всевышний Аллах от этого дня. Скажите Аминь». Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу, что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. Спасибо вам за то, что следите за нашим видео. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Ислам ТВ. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям, и его сподвижников, и его семейство. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум в рахмату Аллахи в баракатуху.